Июньским вечером княгиня Шарлин ознаменовала свое возвращение к светской жизни самым гламурным образом. После долгосрочной паузы из-за проблем со здоровьем она вновь посещает мероприятие и на днях сделала ставку на сочный зеленый оттенок. Вместе с супругом принцем Альбером она прибыла на церемонию открытия 61-го телевизионного фестиваля в Монте-Карло. Шарлин была шикарна в нефритовом платье колонии на одно плечо, будто ожившая греческая статуя с аккуратной драпировкой на ткани, напоминающей окаменевший мрамор. Она дополнила наряд длинными сережками, такими же браслетами и мокрой укладкой градуированной стрижки пикси. Кто бы мог подумать, что принцесса провела 10 месяцев в Южной Африке в лечебном учреждении из-за истощения, но Шарлин восстала словно феникс из пепла. Появление королевской пары разрушило злобные слухи о проблемах в браке Альбера и Шарлин. Уверенный в себе князь в синем костюме и красном галстуке, едва мог скрыть счастливую улыбку. И это самое прекрасное, ведь супруга снова с ним. Это прогулка. Четвертый раз, когда королевская чета появилась вместе на публике после того, как французские СМИ заверили, что Шарлин получает 12 миллионов долларов в год, чтобы появляться рядом с мужем на публичных мероприятиях. Но в начале этого месяца, выступая перед французской воскресной газетой Journal de Dementia, князь сказал, что прошедший год выдался нелегким. Принц Монако рассказал о своих трепетных чувствах, да новости о том, что княгиня сдала положительный тест на ковид. Несмотря на беспокойство о здоровье Шарлин, источники во дворце ясно дали понять, что ее диагноз не вызывает беспокойства, и она провела время в самоизоляции. В любом случае, искренних эмоций супружеской пары не скрыть, и мы чувствуем, что они счастливы вместе. Королевские скачки, роя лоскот в разгаре, и, наконец, на них пожаловали принц Уильям и Кейт Миддлтон. Ранее тут блистал принц Чарльз и Камила Паркер Боулс, но они точно не смогли затмить с ног шибательный наряд герцогини Кембриджской, в котором многие увидели отсыл к принцессе Диане. Кейт выбрала белое платье в коричневый горох от Элесендра Рич, которая во многом повторяла наряд принцессы Дианы, в котором она появилась на этих же скачках в 1988 году. Только у Дианы горошек был черным, и шляпка повторяла этот принт. Миддлтон же выбрала коричневую шляпку, украшенную деликатными белыми лилиями. Кейт часто выбирает для официальных мероприятий платье бренда Элесендра Рич. Она завершила образ замшевыми шоколадными лодочками и серьгами с бриллиантами и жемчугом. Герцогиня определенно является образом элегантности и женственности. Не так давно завершилось празднование платинового юбилея правления Елизаветы II. В рамках торжества принц Уильям и Кейт Миддлтон провели несколько дней бок о бок с принцем Гарри и Меган Маркл. Поклонники надеялись на примирение родственников. Однако этого не произошло. Герцог и герцогиня Кембриджски не желают мириться с родственниками через два года после их переезда в США. Однако королевский биограф Тина Браун утверждает, что им все же придется пойти на уступки. По мнению эксперта, в будущем принц Гарри и Меган Маркл могут вернуться в Эк своим полномочиям, поскольку в Букингемском дворце остается все меньше работающих представителей монаршей семьи. Ситуация усугубляется еще и тем, что королева отказалась от части обязанностей из-за проблем со здоровьем. Королевский биограф уверен, что вскоре принц Уильям и Кейт будут вынуждены восстановить отношения с сасекскими. «Я действительно думаю, что в определенный момент им понадобится вернуть Гарри обратно, потому что он был очень активным. Вероятно, это произойдет после смерти королевы», — рассказала Браун изданию The Guardian. Кажется, поклонников королевской семьи ждет новый сенсационный скандал. Ведь принцы Гарри и Меган Маркл могут навсегда отрезать от британской короны. Это может произойти из-за празднования платинового юбилея королевы. Как известно, совсем недавно герцоги сасекские вместе со своими детьми Арчи и Лилибет приезжали в Великобританию, чтобы отметить историческую дату правления Елизаветы II. Однако пока некоторые надеялись, что супруги сделали это из светлых побуждений, чтобы помириться с Ее Величеством и, наконец-то, познакомить монарха со своей правнучкой. Другие поняли, что герцоги ничего не делают просто так, ведь за каждым их действием скрывается выгода. После переезда в Калифорнию сасекские были отрезаны от монаршей казны, но быстро нашли решение этой проблемы и стали монетизировать все, что связано с Королевским дворцом. Например, в этом году, в начале осени, принц Гарри планировал выпустить откровенные мемуары, но премьера была отложена, а эксперты сразу заподозрили в этом что-то неладное. Очевидно, герцог решил воспользоваться своей недавней поездкой на родину, в которой, кстати, его семью встретили не так радушно, как предполагалось. Но специалисты уверяют, если принц Гарри и его супруга посмеют упомянуть подробности платинового юбилея в своих проектах, то будут навсегда отрезаны от королевской семьи. Таким действием они уничтожат любой шанс на примирение, если раскроют то, что происходило за закрытыми дверями во время празднования юбилея, заявил Дункан Варкомп. Более того, эксперт отметил, что сейчас для сасекских наступил период испытания на доверие, и если они его провалят, то пощады ждать не стоит. Они приехали в Великобританию и зарекомендовали себя в качестве представителей королевской семьи, что, конечно, позволит им раскручивать проекты с Netflix, Penguin и Spotify. Но теперь все зависит от их поведения. Очевидно, что в данной ситуации именно королевская семья протянула им оливковую ветвь перемирия. Но если Гарри и Меган все испортят, то будут полностью отрезаны от короны. «В том случае, если герцоги примут правильное решение и покажут, что им можно доверять, это послужит началом новых хороших отношений с королевской семьей», – объяснил Варкомп. Эксперт считает, что королевская семья боится утечки информации. Ведь им и так хватило проблем в 2021 году, когда в марте Сасекские появились в программе «Опры Уинфри», где дали очень откровенное интервью. «Конечно, я не могу себе представить, что представители семьи будут теперь разговаривать с ними по душам, поскольку они начнут задаваться вопросом, а не станут ли они новой главой в мемуарах», – говорит Дункан. Также эксперт заявил, что Гарри и Мэган – это новый опыт для британской короны, ведь никогда прежде представители семьи не были связаны с такими медиагигантами или издательствами. Варкомп отметил, что пока принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон отказываются верить Сасекским и даже не потрудились познакомить своих детей Джорджа, Шарлотту и Луи с их двоюродным братом Арчи и сестренкой Лилибет. Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили поминальную службу, посвященную пятой годовщине трагедии в башне Грёнфилдтауэр. В 2017 году в результате пожара в 24-этажном многоквартирном доме в западной части Лондона погибло 72 человека. Перед началом церемонии королевская семья встретилась с выжившими и теми, кто потерял близких. Служба прошла у подножия ныне заброшенного здания. Во время службы Кейт и Уильям были мрачны. Они возложили венки и цветы в память о погибших. Через три месяца после катастрофы принц Уильям и принц Гарри встречались с пострадавшими. Это был самый смертоносный пожар в жилых домах Великобритании со времен Второй мировой войны. После того, как принц Гарри и Меган Маркл в январе 2020 года сложили с себя королевские полномочия, они так и не общались с герцогом и герцогиней кембриджскими, избегая личных встреч. Даже на недавно прошедшем праздновании Платинового юбилея в честь 70-летнего правления Елизаветы Второй родные братья не смогли провести время вместе. За время четырехдневных торжеств принцев Уильяма и Гарри заметили вместе лишь раз – на церковной службе в честь Ее Величества в соборе Святого Павла. Правда, рассадка была организована таким образом, что братья сидели на разных рядах. Однако и после официальной части мероприятия они не нашли времени и желания хотя бы перекинуться парой фраз. Уход семьи Сасикских из королевской семьи до сих пор считается болезненным для Уильяма. Инсайдер, близкий к герцогу Кембриджскому, сообщил The Times. Он все еще глубоко расстроен из-за ухода Гарри и Меган и чувствует себя разочарованным. Но Уильям двигается дальше. Источник добавил, что внук Елизаветы II был напряжен перед празднованием Платинового юбилея. Особенно он беспокоился именно о службе благодарения в соборе Святого Павла. Напомним, что герцог и герцогиня Сасикские приглашали принца Уильяма, Кейт Миддлтон и их детей на вечеринку по случаю первого дня рождения Лилибет. Однако, по информации инсайдеры, семья отвергла приглашение.